доброго времени суток господа товарищи любители страны не приветствует на игровом канале восход с вами я михаил и мы с вами продолжаем играть моделла 2 total war дополнение точнее даже не дополнение а мод булатная сталь версия 2.0 за фракцию хариз что же друзья осталось у нас в прошлой серии не выполненное дело до оставлено на потом на эту серию а именно штурм крепости ахваза довольно таки она очень интересная крепость она скажем так контролирует проход с этот скажем так харизмского плато вывод скажем так в долину тигра и ефрата очень довольно таки важная крепость именно в противостоянии харизма и турок слабо они ее защитили лишь один пехотный отряд и 2 стрелковых и сейчас мы будем штурмовать ресторан две лестницы ну что же давайте приступим ну кстати нам показывают как ты видите уж больно пять к трем и оперный театрного посчитайте количество войск у меня и у них но какой то может быть пять к трем то есть как то прям я даже не знаю как то странно все очень странно давайте на ночью нападем в бой проведем этот бой в ручном режиме потому что пять к трем пять к трем это совершенно мне не устраивает я там больше чем половина стека у них три отряда пять к трем ну как то там десять к трем как минимум то что не будем мы ухты шучу как все темнота я понимаешь что типа ночью ну вот так пускай будет небольшой такой туманчик ничего страшного там нету значит наших бросателей дротик тарана единственное два наших пехотных отряда бедных несчастных ставим на лестнице наш генералитет ставим здесь вообще вряд ли потребуется так значит конные застрельщики сюда вот так и вот так шикарно начинаем битву ученики давай сюда стрелки давай сюда так и давай ка всю пехотку отсюда он с этой стороны за штурмуем их здесь только лучники стоят это отлично хорош давайте давайте слушайте они как настреливают сильно что наши тоже это печаль это печаль а как наши коница наши гибнет это вообще сказка слушайте давайте и нафиг отводить больно много она потери несет давайте куда сюда переведем шкал с этого фланга помогает стрелкам усмотреть обалдеть накидали девять процентов выровнялись хотя бы сейчас пехоты конечно готовы среды не спасут неверных трусов от гнева аллаха и и дело пойдет лучшим заодно пойдемте старом ворот ломать здесь они репетишечки заволновались до забегали туда-сюда и они выходят так здесь тоже эти ребята решили убежать как можно быстрее так тут застрелочки да отлично валим их валим 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 продолжаю закидывать их стрелами давайте 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 бегом ребята бегом и вы сюда сгружайтесь вот арома стреляет или вообще не стреляют стреляют засранцы так но кончайте мозг насиловать а я не пойму что в данном вам при мной приказе для вас непонятно какие бегут красавцы сейчас захватили вражеские стены скоро мы захватили так давайте рубать этих гадов выбегите туда хвала пророку мы одерживаем вверх еще немного и неверные сдадутся таран готов вражеская крепость скоро падет чё тут дошли что вещь с ума сойти а а а а а а а а плохо когда у вас максимального размера отряда в городе постоянно какая-то хрень происходит честно слова сюда куча свои настреливают теперь стреляйте сюда динозавра застрельщики убегают куда же вы уломитесь там врага без слава аллаху армии верных обезглавлен ай кемо просто кемо друзья но хоть так ворота разбиты настало время жаркой схватки и тушь точно собаки так пошли нахрен заудохали и временно скотч чтобы все дело побыстрее армия неверная подобно туру с глиняными рогами мы побеждаем он сказал рогами или ногами ну все теперь уже точно все да хер аж себя чего бы так вы только посмотрите на это че вообще происходит и не понимаю это вас застрельщики так гоняю я балдею с этой кино просто балдею мандир юсуф да конечно жесть пехоты у нас пока что в нашем государстве нету совершенно то есть но вообще нету тут хоть убейте нету слову то нету ухты только троих завалили сразу вы крутые половина отряда потеряли вообще не понял даже как так ощущаешь ли там лучники рубцевали как такое возможно не понимаю слава аллаху мы захватили замок вкус этой победы подобен из-за из четверти армии да не зря по видим писали что пять к трем один к двум потеря учитывая что у нас почти в три раза больше было но пехоты пехоты повторюсь совершенно мало мало того что ее мало так и она еще и слабенькая вообще надо надо сделать нам упор на казармы где-нибудь хороший построить ну вроде как уже заказали да да что вас отпустить решение на муж сожжение друзья турки вас не стали выкупать так будет со всеми неверно что извините себя сокрушили неверных 50 манец подняли это неплохо он здесь вроде как агент какого воли замечательный город басра слушаюсь и повинулись все неверные два отряда и здесь 4 здесь имеется член семьи крестьяне сук турецкие конные лучники здесь придется нам еще тяжелее но здесь можно многих конечно переобучить а вот нанимать здесь вообще никого нельзя не но не подкрепление на она настолько незначительное что что идет что не идет его даже подкреплением сложно назвать да уж сетуевина сетуевина ним сюда 34 от пехотных отряды было бы все шикарно так так и даже не знаю что и предпринять за я буду с удовольствием например взял бы вас аду до взять вас аду подождать пока они сами выйдут тут уже он конец их размочить но в этом моде в вас одну города брать нельзя иначе ваши генералы можно сказать становится не какущими и что мне делать прикажете печаль 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 тоска друзья давайте делать следующий ход и уже во время хода поразмышляем что же нам предпринять такого что во прямо ухо хотел бы я знать на турок много много турок столицы их не багадад было бы неплохо захватить его но в принципе уже два города турецких захватили денежек должно стать поменьше по идее ухтыш друзья вы кто а главное шо шо вам надо обалдеть неужели грузины хотят на нас напасть калиф фатимида мертв любопытно отношению худшие грузинское царство 3 из 10 они перешли нашу границу вошли на нашу территорию и при этом наши учить византии объявили объявила войну сельджуков вот хорошую новость из фахам шахты вот единственное что радует меня так это то что у меня денег много тут и меня прям совсем радует так где-то здесь должна быть какая-то хрень которая дает здоровье мне нужно построить слушайте по моему ее нет хреново честно скажу хреново но надеюсь не будет какого-то прям поддержал болезни не будет так ладненько что у нас у нас совершеннолетие абдуллатив мохаммед 14 лет появился он собственно в этом самом аху вазе с харизмом что мы с тобой делать ты мне здесь не нужен валик а ты из фахам а воля султана отдыхаем до рассвета много денежек это радует мои глаза ваши глаза ну да как я и думал все таки здесь укрепился шесть отрядов басу уже наверное не возьмем чем могу никаким мраком бог уже идем султан увеличили наш отряд это радует но тем не менее тем не менее нагрена у нас не получится не нанять никого жесть жестоко можно в принципе что сделать можно послать в осаду и налтегина без принца то бишь пускай он получает хреновый там трейдер с но никакущий и надежный невнимательный и налтегин мухаммед давайте посмотрим хайна ты ген мухаммед он собственно средний сын да или младший сын как удобнее и эта проблема друзья все ситуации вызывают меня я не понятки какие-то были на так здесь значит египт и за что ждем какого-нибудь задания просто так не будем ходить здесь мы нашли литовцев давайте заодно тогда поищем вину и столицы вильна сдавайтесь автонский он забыл еще наш какой-нибудь заданием дадут денежная причем так здесь значит купец они ухрен без него прикажете возвращаем ваша шаха бургинч и давайте значит здесь оказывается еще войск поболее здесь что-нибудь можно заказать можно хорошо так нам кали давайте что-нибудь построим пример казарма гарнизона еще лучше вислицу шикарно так и что еще можно ваш хат ваш хат ваш хат склад ресурсов дорого курильник ну а почему нет так в рее стоянку караванов все деньги у нас сейчас уйдут вот здесь мечеть из фахан знаю что здесь заказать то есть фахан эти налоги здесь увеличим казарму дозорных будем строить вот все деньги ушли у нас воля султана закон хорошо хорошо да ничего хорошего учитывая обстоятельства дам так у нас здесь должны быть мятежники ради которых я собственно содержу вот этот стек я могу я их не вижу них рена как прикажете уже идем султан обнаружились до повелитель надеюсь они не будут меня куда-то убегать да вот этот пустык бы соединить с войском вахвазе было бы шикарно но что-то меня одолевает смутные сомнения что умеет получится здесь куча куча у меня лучников над их потихоньку повести в керман шах мы продолжим и конечно меня вот эти ребята просто убивают просто убивают чем могу служить объединяем силы какова воля султана так вы смотрите что происходит вспомните европейские государства объявляли подряд все почти войну туркам вот и зачем они объявили крестовой поход на их столицу на багдад и первый конечно же дошли иерусалим мир вам благородный целый стек со всеми делами но я здесь не для переговоров слушайте на тут великолепная возможность нам турок укоротить хорошенько так укоротить один город мы не хуже захватили надо брать басру правда не знаю каким образом по вышку нету но обязательно захватывать табрис вот грузины могут подосрать они могут очень сильно мне подосрать начав со мной его его знаете что я делаю с ними собирался потом воевать главное слово потом понимаете что он пригазать на табрис эти блины или оставаться и ждать что будут эти гады делать это конечно же это просто жесть тогда переведем нашего лазучка сюда вот я все в табрисе у нас 5 отрядов противника а сгинет враг да в общем одна сплошная неопределенность здесь у нас плац строится шо пускай строится да уж проблемы одни сплошные проблемы друзья ладно хоть деньги есть поле султана закон это точно ладно делаем следующий ход ждем какое-то задание и дальнейшее развитие событие надо как-то басру захватывать нам и конечно конечно все это вызывает определенные сомнения так турки нам ничего не показали существенного ну конечно нам повезло очень повезло и крестовый поход на них и византийцы вписались войну с ними это супер можем все спокойно отхватить рекорда и попытаться с ними замириться вот конечно мы и багдад взять я боюсь что если возьмем багдад мы с ними уже никогда не замеримся чем-то есть мне такие думки хотя с багдад очень очень богатый город владение им обеспечить нас очень хорошей поддержкой но будем смотреть будем смотреть вот то что я собственно и хотел получить задание надо переговорить с княжеством литовским получим салов войска я конечно лучше бассахи домой не войска есть предложение для на денежек а ну ладно вы вынуждаете нас принять эти услуги хорошо но все шикарно получили турецкие всадники два отряда честно говоря не особо они мне нравятся плану лишь вашей воле так теперь давайте искать сам рига если здесь рига значит вот сюда вот солнце зашло на сегодня путь окончен так здесь давайте значит вот это вот посланника переводить на поближе туркам а они взяли дамаск взяли ли берут взяли турки взяли дамаск любопытно ладно крестовый поход удался что же давайте посмотрим эту заставку я еще такой не видел и все маленькая заставка ну что же получается иерусалимская королевство захватила багдад в принципе меня это устраивает пускай турки их оттуда выбивают выбивают это нам только на пользу и смотрите басар построил себе еще один пехотный отряд мы теперь нам точно не сможем захватить держав начавший войну венгра и польша заглялась на византию хотя поляки при каких тут делах не совсем понятно даже общей границы нет любопытно ну и франция объявила войну туркам наверное они сильные тормоза типа дольного тормоза на очень долго думали вступать и не вступать в войну с ним хрен с ними главное у нас есть 6200 монет это меня конечно радует так ухтыш ухтыш с вами не воюем простите но я на страже ребята вот это жопа новый год приказывайте чем мы выступаем до повелитель вот это жопа до солдат вот это засада а фак черт здесь плохо отряд и вернуть кого бы вернуть может быть вот этим хватит возвращать половецкий купец 30 процентов хочет предложить мне сделку ай блин давайте рискнем давайте хоть не нафиг будем рисковать можем сам свалить отсюда мы сами понимаете зачем сюда пришли полокс и просто так бы они не приперлись если честно я их не ожидал так рано я конечно были думки что они рано или поздно могут нас напасть честно говоря их ожидал дорогу позже я не успел уровень чем мне еще нужно три хода чтобы в крепость превратился у меня конечно здесь войск достаточно много и пехотки много двух двух хороших стэка фотоотряда конницы умные застрельщики простите но я на страже блин от чего чего войны используя совершенно я не хотел вот вообще совершил просто поймите меня правильно взять у половцев мы просто нечем вот есть у них там города у них есть города по полу по волке тут и и теле казани или здесь здесь булгар булгар он где-то казань здесь еще где-то горы должен быть какая-то ебалгу или елалгу что-то нападать короче город название точно но они все очень далеко вы посмотрите на из дистанции чтобы с ним потом делать как меня защищать как-то вообще что-либо делать просто бешеные дистанции блин это конечно жесть это друзья жесть ну что что думаю войска вот в принципе как раз четыре комнатных отряда до наверно вот этим придется не возглавить что он случайно не стал ждем до утра митерном подведем конницу и протокуем все конечно вам мой султан хотелось бы совершенно другого так что делать то будет а то наверно на закон давать атаковать мятежников на этом серию заканчивать мы победим о как негры откуда-то здесь появились два тряда лучников пустынь и еще мамилюки лучники наш 7 и баланс вообще бешеные 76 до как давайте в ручном режиме показывать им кто сильнее да конечно новая войнушка с половцами это меня совершенно не радует прямо совершенно давайте в другую погодку разворачиваем войска как всегда местность отвратительно просто отвратительно будем так вот по склону заходить тут пехотка расположится за ней расположится вот эта хрень всякие стрельщики на стрельщики здесь будет командир ну и конные лучники тоже плане с этой же стороны начинаем битву спускаем вперед где противник очень-очень далеко а пофигу идите отсюда но они заняли как ожидаемо ожидаемо они заняли самую высокую точку ну что давайте как-то не знаю пытаться подводить да уж печалюга защеманулись как так что у нас там происходит они еще и отступают до ну все у нас там вот мы милюки уже накидываем пока у нас была гаосинке бегают только обалдеть все ничего но слабенькие блин брони почти нету а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ябалдеть, дурдума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Киперный театр. Ну давай, давай, иди, иди, не задерживайся. Хвала пророку. Мы одерживаем верх. Еще немного, и неверные сдадутся. А теперь сюда влетай в конницу. Чтоб тебя занугла об стенку 74 раза, блин. Так, комные лучники вперед. Половина неверных уже мертва. Надеюсь, это слонит. Да, они нам 20% зафигачили. Так, хорошо, здесь мы гоняем все тихоучников. Так, комные застрельщики, мочите мамилюков. Можен, ну почему вы идете, когда вы должны, блядь, бежать, сломя бошку свою? Короче, охрана полководца, отходи нахрен. Не хватало мне еще этого перца потерять. Ну вот они, мамилюки, и принятия. Ну, здесь сейчас начнется бассорубочка-то. Неверные бегут, как стадо бары. Никто не усомнитесь, справедливость 3-5 победы. Крометеатр, а? Не люблю этих комных застрельщиков. Честно с словом. Вот просто реально не люблю. Ах, когда они не на моей стороне. Ну, конечно, мятежников мы убили. Это мы молодцы. Это мы герои. Такими силами шараз мы не захватим. И вот у меня дилемма. Мне либо этот стэк ввести на помощь принцу, в охвас, чтобы захватить басуру, на 20-м шараз. Либо ввести, наоборот, наверх, на север, на помощь нашему шаху. Оборонять Ухргинч. Хороший вопрос. Очень хороший. О, великий султан. И, прямо скажем, прямого ответа на него у вас нет. Попытаюсь, наверное, этими тремя чудиками просканировать территорию. Если подкрепление... Может быть, вам нужен наш посол? Простите. Я думаю, что они не смогут все-таки захватить Ухргинч. Должно нам хватить сил, чтобы сдержать сей удар. Тут еще два отряда лучников. Плюс у меня вот коницы в подходе. Пять отрядов коницы. Плюс, наверное, возьмем какой-нибудь еще отряды. Возьмем из Канкалы. Думаю, нам этого хватит. Тогда, получается, вот этот стэк надо ввести Вахваз на помощь Принцу. Хотя стэк тоже, знаете, так себе. Прямо скажем, так себе. Приказывайте. Так что же, опять-таки, одни лучники. Нормальной пехоты почти нету. Фу, один отряд. Это смело можно вообще, блин, я не знаю, распускать. Ну, благо здесь никак хватили, а не полные отряды, соответственно, и потребляют содержание меньше. Мой султан. Ладно. В воле султана. Тогда иди на помощь Принцу, и будем захватывать Басару, а позатим Ширас. И если с турками все нормально, то, наверное, спустимся вниз, и вот здесь еще один город захватим. Я думаю, тогда будет все шикарно. У нас спокойно сможет развиваться тыл. Нам будет хватать только содержание войска где-нибудь, либо в Хвазе, либо в Басаре, да? Какая воля султана. Да. Ну и Тебриз. Тебриз. Это вопрос. Четыре пехотных отряда. Да. И у меня четыре пехотных отряда. Ситуация равная. У них два отряда стрелков. Преимущество у меня только в конице. Жесть. Чем могу служить, султан? Как прикажете, отдыхаем до рассвета. Не могу отсюда убрать. Могу. Уже идем. В общем, усиливаемся еще двумя стрелковыми отрядами. Блин, здесь еще три отряда. Да с ума сойти. Мушень куда уйдут, а? Было бы неплохо. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Так. Давайте здесь смотреть, что мы можем сделать. Заказываем гарнизон в охвазе сразу. Так. И смотрим, где мы здесь что-нибудь можем построить. В Горгане, например. В принципе, уже ничего такого мы здесь построить не можем. Нам остается только, наверное, склад ресурсов. Мастерская баллист. Ну, давайте вот эту, откажем на мастерскую. Возможно, нам она и понадобится когда-нибудь. Так. Ну и еще где? Керман Шахи. Что-нибудь по мелочи. О! Каменолом. Шикарно. Нехай будет. У меня, кстати, здесь должно восстановиться. И, ладно, все, друзья. Все. Ну, вот такая у нас была серия с вами. Не скажу, что прямо вот шибко насыщенная каким-то событием. Но, тем не менее, мы захватили кортахваз, крепость точнее. И, в принципе, неплохо. Конечно, немного мы затормозились. Нам теперь придется два хода ждать. Пока подойдет подкрепление даже три. На третьем ходу они объединятся и уже выдаются по направлению Басари. Хорошо. На этом направлении на Тебриса сгинет враг. Пока что еще не все ясно. Но будем думать. Ну и здесь. Здесь у нас потихоньку хонится, набирается. Точнее, уже набралась. Будем двигаться наверх, на север, на помощь нашему шаху. Но, может быть, полцы еще одумаются и уйдут, а? Тоже вот хотелось бы. Ну, как-то я в этом сомневаюсь. Боже мой, я уже сомневаюсь. Сомневаюсь, что они отвернут и уйдут. Да? Вряд ли. Я думаю, что они нападут. Ну что ж, друзья. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели новую серию. Не забывайте ставить лайки, комментировать видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Удачи! 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 Удачи!